Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня читаем дальше третью главу первого послания Петра. Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, что злословят вас, как злодеев, были постажены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Не знаю, для меня так дорого это слово, чтобы быть готовым дать отчет каждому человеку, который требует о том, чтобы мы сказали о надежде нашей, о нашем уповании, о нашей вере в Господа. Вот приходит человек и спрашивает, и действительно ты веришь Богу? Не знаю, мне как-то спустя много лет кто-то сказал, я тогда еще не верующему человеку сказал, ты знаешь, вот я вижу глаза Божии, вот как он меня ведет. Да, был такой момент, я действительно вот так переживал близость к Богу, что я переживал вот его, как он видит меня, как он смотрит на меня, его любящие глаза. У меня было и стихотворение на эту тему написано. И я так невзначай эту фразу сказал. Спустя годы мне было сказано, вот ты тогда, когда сказал это слово, оно, так сказать, настолько подействовало, так сказать, на этого человека. И я заставил задуматься, действительно, это было как, ну гром с неба, вот он видит, так сказать, глаза Бога, ну что это такое? И вот я думаю, это так важно, я даже не помню этот момент, я долго вспоминал, почему, но это было так, потому что обычно наше свидетельство сильно тогда, когда мы его говорим, и даже не замечаем, что мы сказали, потому что это было твоей сутью, это было твоей сущностью. Здесь я сам сказал, но бывает спрашивают, а действительно ты получил мир Божий в сердце? Действительно ли ты имеешь эту близость с Господу? Действительно ли ты имеешь общение с Ним? И вот тогда каждый человек, христианин, должен дать отчет. Да, я имею это. Или может быть сказать, я молюсь еще, у меня уже много, что Бог мне помог сделать, но еще вот такой близости, как я хочу иметь с Богом, я еще не имею. Я молюсь, я ищу ее, эту близость с Богом. Потому что всегда очень важно, чтобы мы были правдивы, чтобы мы не выдавали ничего того, что у нас нет. Некоторые говорили, я покаялся, я осветился, все у меня уже есть. Я так смотрю, что человек настолько сырой, он мало живет в общении с Богом и делает то, что он хочет, а не то, что Бог. Но он уже все имеет. Другой же человек, он и покаялся, он и делает, он и старается. И он говорит, помолись за меня, вот я чувствую, что я не все делаю, как Господь хочет от меня, молись за меня. Вот я тут переживаю, я знаю, мне надо в семье быть больше примером, мне надо больше в церкви что-то делать полезное, помолись за меня. Всегда есть такая жажда, когда ты хочешь перед Богом поступать лучше. И вот когда от тебя кто-то спрашивает отчета, может это паста твоей церкви, может это твои родители, может это твой муж или жена, который спрашивает тебя, скажи о том, как у тебя с Богом. Скажи отчет в своем уповании, можешь ли ты уповать в любой болезни. И там может один скажет, ты отстанешь от меня, не знаешь, что ты от меня хочешь. Нет, он говорит, отвечайте скротостью, с благоговением. Благоговение это такое уважение, в котором есть элемент страха. То есть я хочу вот сказать так, чтобы меня человек услышал с благоговением. При этом имейте добрую совесть, дабы тем, что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие. Здесь мы видим, что вопросы могут быть о тех, которые порицают тебя, как злодея. Которые видят в тебе, так сказать, что ты не исполняешь то, что ты хочешь. Или может быть просто к тебе по злому относятся. Но ты потом, когда отвечаешь, когда отвечаешь скротостью, когда отвечаешь вот с этим смирением, смиренно мудрым, он замечает, смотри, в нем Бог, он ответил очень правильно здесь. Потому что часто даже то, что мы не думаем, вот кажется, этому человеку я должен то сказать. Нет, когда ты спрашиваешь, у тебя вдруг выходит нечто, что тебе Бог дал в этот момент. И оно такое чистое, оно такое смиренное, оно такое красивое, что выходит из твоей самой-самой глубины. Оно трогает, оно заставляет человека по-новому задуматься над всем тем, что происходит вокруг него. Потому что Бог есть, Бог вездесущий. Бог, он, так сказать, создал всю-всю-всю эту планету. Он создал наши внутренности. Он соткал нас еще в утробе матери. Он задумал для нас свое руководство, чтобы мы были все время в его близости. Не только здесь на земле, а потом однажды в вечности. Бог очень любит людей. Он отдал своего сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, это Божья интуиция. Каждого человека, он и понимает интуитивно, когда тебе может помочь. Единственное, что он не делает, он не заставляет. Он нам представляет подчас так близко, дает такую важную информацию. Но выбор должен всегда сделать я сам. И когда ты отдаешь отчет другому, и когда ты говоришь, потом вдруг ты замечаешь, у меня нету слов. Я не знаю, как объяснить упование. Тогда ты говоришь, спасибо, что ты мне задал этот вопрос, но я должен проверить себя. Потому что я вот уповаю Богу, но не во всем. Я, например, вопросы моей болезни не могу передать. Я, допустим, вопросы там с моими детьми не могу передать. Я мою работу не могу передать еще. Помолись за меня. И вот когда мы в смирении, Господь нам дает нужные-нужные слова. И мы через это растем и становимся ближе к Нему. Слава Господу за это слово. Аминь. Слава Господу за это слово.